Ребят, всем привет! С вами Оля. Добро пожаловать в гости. Устраивайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами будем обсуждать тему ароматов. Всё, как вы любите. Со мной такая достаточно обширная подборка. И рассказывать вам я сегодня планирую про ароматы для первых ещё тёплых, солнечных, но уже осенних дней. Это то, что сейчас я ношу, то, что носила, допустим, в предыдущую осень. Будет также один аромат-новинка, который недавно появился у меня в коллекции. Я прям с него и начну. То есть это, можно сказать, ароматы для межсезонья. Некоторые из них я ношу также тёплой весной. То есть такие вот ароматы, которые, в принципе, не привязаны конкретно к какому-то времени года. Такие вот для межсезонья, но для тёплого межсезонья. Некоторые из них будут конкретно осенне, потому что в них основную роль будут играть фрукты, и, возможно, ягоды, цветы, но уже с налётом осени, с налётом таким немного грустным. То есть это сильно переспелое что-то такое, что уже отдаёт свой последний сок и канет в лету. Либо цветы какие-то, которые уже также на грани увядания и умирания. То есть всё идёт к тому, что природа начинает засыпать, утихать, и ароматы на соответствующую тему. По крайней мере, я их так слышу. То есть это не сочные фрукты, которые мы любим носить летом, или, допустим, какие-то там праздники очень яркие, а это такие вот немного с ностальгией, немного с грустью, как я уже сказала. Ностальгии, да, по ушедшему лету. Начну я, как я вам и обещала, с новинки в моём парфюмерном гардеробе. Я этот аромат купила недели две уже, наверное, назад. Это вообще новинка, то есть аромат вышел буквально недавно. Наш любимый Нарцисса Родригес выпустил новый фланкер, наверное, потому что таких вот ароматов категории маска у него много. Маск Нуар, чёрный мускус. Я вообще очень тепло. Я думаю, вы знаете, отношусь к бренду Нарцисса Родригес. Во-первых, ароматы мне нравятся большинство из тех ароматов, которые вообще представлены у бренда. Мне нравится их ценовая политика. Такой вот флакон в размере 30 мл мне обошёлся в районе 2, ну, до 3 тысяч рублей. Когда я его попробовала в магазине, я поняла, что это абсолютно моя тема. Но почему-то мне показалось, что он больше, наверное, для весны, наоборот, для пробуждения природы. Думаю, ладно, я возьму, пока цена хорошая, а там разберёмся. Но по мере того, как я с ним знакомилась, я всё-таки поняла то, что данная композиция не зря вышла в начале осени, в конце лета, потому что он идеальным образом вписался именно в осеннюю пору, в такую тёплую. Не поймёшь ещё и вроде как и конец лета, и начало осени. Именно вот в то время я его и купила. Но ты уже понимаешь то, что лето заканчивается, и, как я сказала, так немного настроение грустное. Здесь за такие ностальгические по лету настроения, за такой немного грустный посыл отвечают сливы. Слива именно зрелая, переспевшая. Я не знаю почему, но она, мне кажется, именно такой прям осенний-осенний. В ней нет какой-то такой вот жизнерадостной сочности, наверное, потому что слива посажена на красивую такую тонкую нюдовую замшу. То есть здесь кожа, здесь, ну кожа громко сказана, именно такая очень-очень приятная замша. И, конечно же, любимый многими Родригасовский вот этот вот телесный, чистый, очень женственный мускус. И всё это в совокупности даёт такой же очень женственный, томный, соблазнительный аромат с великолепным шлейфом, абсолютно не грузный. Он очень легко носится. То есть фруктовые ноты тонкие-тонкие, такие вот как надо, когда вам не надо пахнуть очень сильно ярко. То есть это идеальный офисный вариант, это идеальный аромат на каждый день, на осеннюю погоду. Супер! С удовольствием буду носить. Как я уже сказала, сначала мне показалось немного не в тему для осенних дней, но сейчас я его распробовала и делюсь такой находкой с вами. Возможно, вам также захочется его попробовать. Сделайте это в ближайшем Литуале, Ревгуш, я не знаю, они, мне кажется, везде сейчас продаются. Следующий аромат, который также для меня такой больше, наверное, аромат для переходных периодов, потому что я его ношу и летом. Ну, когда не сильно жарко, таким больше, наверное, даже прохладными вечерами, летними вечерами носила. Этим летом предыдущим и для начала весны, для солнечной весны, еще для теплой весны, он также мне очень в тему. Это Стефан Лукас Хембер и Ньюи Адоха. Здесь за такое вот немного осеннее, за насеннее настроение отвечают абрикосы, которые высохли, которые высушили на очень жарком, испепеляющем солнце. Они превратились в такую очень ароматную, но еще живую курагу. То есть это прям не такой сухофрукт, который жесткий-жесткий, а такая курага, немного свяленая, но плюс-минус еще живая. И вот он мне пахнет этим и более ничем. Это очень вкусно. Это настолько такой фруктово-сладко-медовый аромат именно такой южной кураги, который именно хочется носить, когда на улице солнце. Неважно, сильно жарко, либо это уже первые осенние дни. Очень-очень нравится, как я уже сказала, здесь еще, помимо вот этих вот нот сухофруктов, такая немного как будто пыльно-травянистая нота. Но, знаете, в пирамиде нам заявлен бессмертник. То есть это и пыль, и табак, и что-то вот такое вот, ну ни в коем случае не трава в плане травы, а именно что-то такое сухое, сухая какая-то пыль. Очень люблю, нравится, с удовольствием ношу. Он уже у меня второе лето, поэтому, если любите вот такие вот сухофруктовые ароматы, обязательно обратите на него внимание. Так, дальше я, наверное, вам расскажу про аромат, который я носила вчера. И он у меня стоит еще с весны. Я его купила на распродаже и поняла то, что не совсем его время весна, не совсем его время лето. И, наконец-то, он меня дождался осени. Это Мобусен. Аромат так и называется, одноименный, также Мобусен. Я его покупала в свое время на Натина и делала вам распаковку. Я сейчас не помню, что я вам конкретно говорила в видео, но, мне кажется, мои эмоции немного сменились. И он мне сейчас кажется абсолютно иным, чем при первом затесте. Когда я его нюхала вместе с вами, мне показалось то, что это такая сочная, очень яркая слива. И он мне показался таким, он прям фруктово-фруктово-сливовым, ароматом, который подойдет, допустим, для ношения летом. Но, по мере того, как я с ним ознакомилась, все-таки это больше осенний вариант, потому что слива яркая, пряная, алкогольная, ликерная. То есть, она такая, аромат загустел, аромат засластился, стал более насыщенным. Также здесь, скорее всего, какие-то кожаные, такие же ярко-пряные ноты. То есть, здесь и фруктовость, и кожаность, и дымность, то есть, ладан, возможно, воскуренный. То есть, именно такой вот аромат жгучий, яркий, пряный, восточный, супер сладкий. И он очень классно вписывается именно в осеннее настроение. Вот это как раз тот вариант, который без исключения носить именно осенью. У меня, по крайней мере, без вариантов. Это густое, это тягучий, такой вот прям амброво-фруктовый аромат, который согревает, который оболакивает очень-очень приятным шлейфом, с дымком, со всей вот этой вот алкогольно-пряной красотой. Очень бюджетный. Я вот эти 100 мл в своё время купила где-то до 2000 рублей. Я считаю, что для такого уровня аромата и для такого объёма это просто сказочная цена. Посмотрите, может быть, он ещё там есть, а мы едем дальше. Следующий мой также неизменный спутник уже второе или третье лето – это аромат от Элда. Арщив 69. Здесь у нас опять сливы. Но у меня такое ощущение, что за такую осеннюю фруктовость именно в большинстве случаев отвечают сливы, персики, абрикосы. Такие вот сочные фрукты, которые спеют именно в самом своём соку, а не именно в конце лета, в начале осени. Ну, поэтому, наверное, не мудрено, что такие ассоциации. Так вот выглядит флакончик. Здесь у нас слива, но слива, как я уже сказала, на осенний мотив. Мне очень нравится этот аромат носить именно в начале осени, когда ещё, в принципе, тепло, когда солнечно. Здесь ассоциации при первом вдохе мне напоминают такие сливовые конфетки, карамельки, сливовые карамельки. То есть это карамель, а внутри именно такое повидло, которое очень сладкое и ярко пахнет этой самой сливой. То есть здесь уже ближе, наверное, к мармеладу, к варенью, но всё равно это ярко выраженная слива. Также здесь, как будто такая небольшая присутствует аптечность и ладан, но он здесь не дымит, а он здесь в виде вот смолы, какого-то такого очень округлого содержания. Да, то есть самый аромат, он в отличие, допустим, от вот этой сливы намного прохладнее, намного строже. Он такой очень необычный. Мне всегда с трудом удается описывать ароматы от Elda. В пирамиде аромата зачастую собраны такие странные, вроде как на первый взгляд несовместимые ноты, но в итоге они дают мне обычный аромат, как я уже сказала, который бывает очень трудно описать словами. Очень нравится, с удовольствием пользуюсь. Брала, кстати, так же. Также абсолютно осенний, всё же здесь так же без вариантов. У меня вот такая вот дымка для волос от Bayreda библиотека. У меня есть, недавно я заказывала на рандеву сета Bayreda, то есть прям целая такая палетка, и там бестселлеры, хиты от этого бренда. Кстати, можете сейчас это сделать. На них по моему промо-коду скидка 20% до 20 сентября, если вы смотрите это видео по горячим следам. Но смысл в том, что у меня есть такая дымка. Я сравнила параллельно дымку и сам аромат. Есть, конечно, как нюансы в плане того, что аромата, у него старт более интересный, более фруктовый. Но есть абсолютные также сходства. Допустим, в базе они практически один в один, и по стойкости вот эта дымка не уступает парфюму. Здесь также очень интересные сочетания. Я не знаю, почему эта библиотека здесь книгами не пахнет. Здесь очень интересные сочетания именно персиково-сливовых, каких-то таких, пусть даже абрикосовых, то есть фруктовых нот с мягкой замшей, с мягкой кожей, с такой кожей, которая мне немного отдаёт хлебной тёплой коркой. Многие ароматы от Байреда, который содержит ноту кожи, допустим, Блэк Шафрон у меня он есть. У меня он также пахнет именно хлебом, то есть кожа настолько мягкая, настолько тёплая, что вот она мне отдаёт такой вот приятный сдобой. Ношу его именно осенью, ну, по настроению могу надеть и весной, потому что кожные ароматы всё-таки это такое и осеннее, и весеннее настроение. Это тогда, когда мы носим кожу в плане одежды. Но вот эти вот фрукты, они всё-таки меня относят ближе к осени, поэтому с удовольствием ношу, и не только на волосы, распыляю на тело. Очень удобный формат и стоит в три раза дешевле, чем сам флакон. Следующий мой неизменный спутник именно на межсезонье – это вот такой вот красавец от Шанель Алюр. Я не знаю, получится у меня или нет снимать видео про какие-то другие форматы осенних ароматов. Это, возможно, будет кожа, это, возможно, будут какие-то согревающие ароматы на ноябрь, ближе к декабрю, когда хочется чего-то такого тёплого, какого-то кофейно-гурманского. Я не знаю, вы мне пишите, и я уже буду отталкиваться от ваших интересов. Пока так. Поэтому я вам покажу то, что каждую осень, каждую весну со мной именно в тёплую погоду, именно в солнечную погоду – это версия в парфюмерной воде. Я просто его обожаю. То есть это настолько приятный, комфортный, очень женственный, опять же, аромат, который должен быть в коллекции, мне кажется, любой девушки, которая увлекается парфюмерией чуть больше, чем обычно. Ну уж у каждой не обязан быть, но если вы любитель, парфюмоньяк, как мы любим себя называть, то вы либо знакомы, либо имеете, конечно же, это в коллекции. Персики тугие, персики плотные, персики с очень такой ярко выраженной бархатистой шкуркой. Здесь как раз вот они не совсем осенние, но аромат всё равно почему-то для меня такой немного грустный. Я не знаю, с чем это связано, возможно, с его такой строгостью, статусностью, то есть он без заигрываний, он без чего-то такого жизнерадостного и яркого. Он достаточно такой прямолинейный и за это, наверное, многие его любят, как повседневный аромат, как аромат на работу, куда-то на какие-то серьёзные собрания, совещания. Также здесь очень много пудры, то есть персику не дают вылить весь свой сок, в нём нет сочности, потому что он сверху сдобрен такой вот прям плотной-плотной косметической пудрой, которая приглушает всю эту фруктовую красоту, но делает этот аромат именно таким вот универсальным на каждый день, который будет сопровождать вас, вам будет комфортно и также будет комфортно ощущать этот аромат со стороны. Персиковая пудра, очень такая строгая, как я уже сказала несколько раз, на каждый день, на любой случай жизни обожаю. И, как уже сказала, осенний именно для солнца, весенний также для тепла и для солнца. Наверное, последний на сегодня, у меня здесь есть ещё несколько ароматов, но я не хочу сильно затягивать видео. Вот такой вот бюджетный, очень бюджетный красавец, это марка Эгнер. Также я покупала на Натин, я очень в последнее время часто делаю там заказы. Это вот брать и бежать для любителей кожи. Я не знаю, есть ли он сейчас в наших интернет-магазинах, но на Натину он постоянно продаётся. Это, знаете, кожа очень специфическая на любителя, но если вы не против экспериментов, мне кажется, это просто какая-то парфюмерная бомба. Я его когда впервые понюхала, я просто ошарашена была, если честно, таким звучанием. Здесь кожа как будто немного засаленная, такая вот, с такими какими-то масляными прожилками. Почему он попал в подборку таких вот фруктовых, сочных, но всё-таки грустных? Потому что, да, здесь есть какая-то фруктовость, возможно, ягодность. Здесь очень отчётливо слышен терпкий, растёртый между пальцами, чёрно-смородиновый лист и сами такие вот немного грустные, уже уставшие ягоды, которые, возможно, забыли собрать. Они висят на кусту, но они уже вот-вот-вот и уже завялятся, сами по себе опадут и канут в лету. То есть есть в нём какая-то такая вот грустинка. И что самое интересное, вот эта вот сальная кожа, она как будто немного пропитна очень ароматным сигаретным дымом. Это мягкое звучание, это не намекает на то, что вы покурили ни в коем случае. Но как такой очень интересный нюанс, аромату это только в плюс. Он идеальный, идеальный, просто идеальный не придумаешь аромат для кожаной куртки. То есть именно вот с кожаным аксессуаром вот эта вот чудесная, прекрасная кожа даёт такой немоверно красивый шлейф. Плюс ещё вот с таким каким-то табачком, который, ну правда, мне кажется, как изюминка в данной парфюмерной композиции. Очень-очень сильно нравится. Я его, в принципе, также носила по весне, потому что я просто не смогла удержаться от такой красоты. И пару раз его выгулила весной. Ничего криминального не случится. Это также отличный вариант на кожу, которую мы носим тёплыми весенними днями. Это отличный вариант просто для любителей кожи, носить его хоть круглый год. Никто вам этого запретить не может. Но для меня он такой, какой-то немного с грустецой. То есть фрукты немного уставшие, кожа такая немного замусоленная, как будто очень обычный, классный. Рекомендую, ещё раз повторяюсь, если вы любитель кожного направления, попробовать вряд ли вы где-то сможете. Но на свой страх и риск попробуйте. Всё, на сегодня я, наверное, завершаюсь. Обязательно напишите, какие ароматы вы любите носить первыми осенними днями, когда солнышко, когда шуршит такая вот золотистая листва под ногами. Дайте знать, если какая-то тема видео вам сильно актуальна, и вы хотите увидеть ролик, я обязательно почитаю, прислушаюсь. Внизу подписывайтесь на соцсети, везде, где вы можете меня найти. Я вас всех люблю, целую. Пока! До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok